Есть категории преступлений, где смертная казнь нужна. И неоднократно объяснял это почему. Также мое мнение, когда меня гонца спросил, вот вы считаете, в таком случае то, что сделал этот подонок с этой девочкой, значит, можно ли использовать смертную казнь? Я сказал, можно. Более миллиона, как я говорю, посмотрело только в ТикТоке, сотни тысяч там, в Фейсбуке, Ютубке. Но, ребята, давайте вот разберем эту ситуацию. Потому что одни аплодируют, а другие говорят, что это антидемократично, это не соответствует европейским ценностям и так далее. Я понимаю, что сегодня, чтобы соответствовать европейским ценностям, это должен жениться там один депутат парламента заднеприванный, давайте сегодня без фамилии, на каком-нибудь другом заднеприводном депутате парламента. То есть это как бы европейские ценности. Вести смертную казнь за некоторые преступления, это как бы, говорят, диктаторские замашки. Почему-то постоянно все приводят пример только Беларуси. Скажите, пожалуйста, во многих штатах, Соединенных Штатов Америки, также есть смертная казнь. То есть Беларусь – это диктатура, а в США как бы это демократия. Охуенно. Демократично. Давайте сейчас вот эту офигенную демократию я вам объясню в цифрах. Значит, я хочу, чтобы каждый из вас, который смотрит меня сейчас, знал, еще раз, это я вам говорю конкретные цифры. Содержание одного заключенного сегодня обходится бюджету 15 евро в сутки. Умножаем на 30 дней, получаем 450 евро в месяц. То есть 9 тысяч лей в месяц обходится содержание одного заключенного. 9 тысяч в месяц. Если мы с вами умножаем на 12, у нас с вами получается 108 тысяч лей в год. Представьте себе, что это скотина, которая поиздевалась, изнасиловала, убила эту девушку. И многие другие скотины и скотиночки. Значит, представьте себе, что он должен просидеть в тюрьме лет 35-40. 40 лет умножьте на 108 тысяч лей в год, а с учетом инфляции цифры-то будут расти. Получается 4 миллиона. Нам обойдется каждый мерзавец, подонок, которого должны были расстрелять при задержании, еще лучше, чтобы не доводить до суда. Опять же, моя гражданская позиция будет. Называйте его как угодно, относитесь как угодно. 4 миллиона лей в год. 4 миллиона лей, пока он типа умрет сам по себе. Я вам назову другие цифры. Сегодня более 5 тысяч заключенных. Если мы умножаем на эту цифру 108 тысяч лей в год, на одном из заключенных, это получается 572 миллиона лей в год. Около 30 миллионов евро в год стоит содержание этих. Некоторые из вас могут сказать, послушай, ну хорош ты, ну тратим мы 30 миллионов евро, там власть на содержание этих ублюдков в тюрьмах. Ребят, 30 миллионов долларов в год, либо там 600 миллионов лей в год, тратит не власть. Власть тратит эти деньги из ваших, наших налогов. Скажите, пожалуйста, сегодня у скольких из вас пенсии, зарплаты, пособия по инвалидности является меньше 9 тысяч лей. Я уверен, что у большинства из тех, кто смотрит сейчас меня онлайн. То есть, люди сегодня получают сотни лей, несколько тысяч лей пенсии. У многих вкалывают с утра до ночи за 5, 6, 7, 8 тысяч лей. А на кого-то тратит 9 тысяч лей. Трехразовое питание. Похуже, получше обсуждать не будем, но 9 тысяч лей у нас сегодня есть. Большая часть граждан страны у нас этих денег не получают. И неважно, в виде зарплаты или в виде пенсии. Я вам дальше скажу. Давайте мы начнем с чего-нибудь демократичного. Если смертная казнь, это не демократично, как многие. некоторые написали. Скажите, пожалуйста, а вот на законодательном уровне обязать сегодня некоторых заключенных, а именно те, которые совершили особо тяжкие преступления и экономические преступления. Говорим про насильников, убийц, против этих, всяких разных там этих, петушатников и, значит, и экономические преступления. То есть, люди, которые за то, что украли у вас или у государства, почему мы на законодательном уровне не можем их обязать работать? Это тоже не демократично, скажите мне, пожалуйста. заставить работать тех, которые убивали людей, если нет для них смертной казни, они сидят на поле и те, кто сидят за экономические преступления. Скажите, пожалуйста, значит, я вас уверяю, многих из них остановит перед тем, как совершить то или иное преступление, требование работать. Если преступник будет знать, что помимо совершенного преступления он сядет и там его заставят работать, подчеркиваю, заставят работать, и половину денег он будет отдавать государству за то, что государство его подонка содержит, вторую половину он будет отдавать жертвам или родственникам жертв его преступлений. Вот вы понимаете, да, если бы сегодня эта мразь сидела бы в тюрьме, я понимаю, что родительское горе ничем, ну, там невозможно ни о каких деньгах говорить, но сегодня негодяй знает, что у него есть пожизненная обязанность оплачивать и свое содержание работы в тюрьме на зоне, и это самое, вторую часть денег, которую он зарабатывает, отдавать родственникам, которые остались, вот это, девочки, которые убили. Вот это было бы правильно. Плюс этот негодяй, я уверен, что ему не обязательно работать. Сегодня не 37-й год, не надо, у нас нет минус 40, минус 50 отправлять кого-то в себе, резво лить. Этот может, например, по ночам петь, кукарекать за деньги, понимаете, после того, что он совершил. И эти деньги, еще раз, поэтому на законодательном уровне мы обязаны сегодня нашей партии прийти к власти и добиться этого важнейшего изменения в законодательстве. Вы понимаете, пила от вас салам алейкум на 50 миллионов, не на 250, как говорил Плакотнюк, всего на 50 миллионов евро. Потом вы еще все оплачивали его содержание в тюрьме. Хотите дальше так жить? Я считаю это беспределом.